Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию я представляю веб-каст на тему резервное копирование PostgreSQL при помощи Dump SQL в CentOS 8. Это уже второй веб-каст в группе, поэтому если вы не знакомы с PostgreSQL, не умеете ее устанавливать и настраивать в CentOS 8, я рекомендую представить предыдущий веб-каст данной группы. Мы по-прежнему работаем в окружении сили Local, размещаемся на машинке CentOS 01. С этой машины мы подключаемся к нашему гипервизору KVM02, на нем есть необходимые нам виртуальные машины. В сегодняшнем веб-касте мы продолжим использовать виртуальную машину VM01, с которой начали работу в предыдущем веб-касте. И все эти действия, которые я проделал в предыдущем веб-касте, в частности создание кластера данных, создание баз данных DemoDB, они остались и присутствуют. Давайте подключимся к гипервизору, убедимся, что наша виртуальная машина VM01 прекрасно работает. Супер. Чуть подробнее про VM01. Это рядовая виртуальная машина под управлением CentOS Stream 8 версии, установленная в режиме сервер. И на нем мы в предыдущем веб-касте установили PostgreSQL 10 версии. Когда речь заходит про резервное копирование PostgreSQL, есть три основных способа. Первый из них DumpSQL, второй резервное копирование на уровне файловой системы, и третий, наиболее продвинутый, непрерывная архивация. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. В ближайшие три веб-каста, включая данный, мы будем рассматривать каждый из этих способов по отдельности. Сегодня мы начнем с DumpSQL. После того, как выполним процедуру резервного копирования и восстановления, я отдельно расскажу о преимуществах и недостатках данного метода. Для того, чтобы создать DumpSQL, можно использовать утилитку PGDump. Она позволяет вам создать Dump в выбранной базе данных и затем его использовать для восстановления из резервной копии. Если вы будете данную утилиту использовать удаленно, то для определения хоста используется ключик минус H, а для определения порта ключик минус P. То есть, так же, как и PSQL, можно использовать переменные окружения PGHOST и PGPORT, чтобы не определять ключи. Но мы будем делать резервное копирование прямо на нашей системе. Итак, давайте для начала посмотрим нашу базу данных. Для этого нам потребуется эмулятор терминала. С его помощью мы подключимся к нашей виртуальной машине WM01 от имени пользователя root. Пароль. Вошли. Переключимся в пользователя Postgres. Посмотрим на нашу базу данных немножко. У нас тут присутствует базу данных DemoDB. Подключимся к ней. И в базе данных DemoDB в предыдущем вебкасте мы создали табличку TAP01. Она состоит из двух колоночек. В эти две колоночки мы занесли пару строчек. Их можно увидеть. Две записи MariaDB под PostgresQL. Супер. То есть база работает, данные в базе присутствуют. Мы решили сделать резервную копию. Утилька pgdump позволяет для указанной базы данных, в частности мы будем использовать DemoDB, сделать выгрузку всего контента в виде SQL кода, чтобы потом можно было его воспроизвести и тем самым переседать базу данных. По умолчанию pgdump высыпает весь вывод прямо на терминал. Для того, чтобы этого не произошло, мы отправим этот дамп в папочку backups и так назовем DemoDB dump. Давайте даже через точку, наверное, так будет интересней. Отправили. И теперь посмотрим немножко на этот самый дамп. Небольшое вступление. Настройка. И дальше у нас идут действия. Создание нашей таблички. Настройка таблички. Копирование данных в таблицу. Тут, я думаю, вопросов нет. При этом, нетрудно разобравшись в том, что здесь происходит, можно немножко добавить контента. Например, добавим сюда нереляционную базу данных MongoDB и сохраним изменения. Таким образом выглядит дамп. Прелесть в том, что он абсолютно читаемый. Его можно править и использовать в дальнейшем под свои собственные нужды. Ставить это задание в планировщик, например, крон. И он там с интервалом делает вам резервные копии. Только не забудьте их периодически удалять. Иначе место довольно быстро может кончиться. Что ж, как происходит процедура восстановления из дампа SQL? Для начала, в дампе SQL не определяется конструкция для создания баз данных. Поэтому базу данных создаете вручную. Кстати, можно использовать команду прямо из оболочки. Называется она createDB. Далее, если вы использовали какие-то кастомные пользователи, определяются они на уровне базы данных после SQL, их нужно будет тоже вручную создать. И после этого можно приступать к восстановлению базы данных. Если вы создавали дамп при помощи PgDamp, то восстанавливать можно при помощи PSQL. Если вы использовали какой-то сторонний формат, не текстовый, то есть команда PgRestore. Ей можно различные опции передавать и восстанавливаться не из текстового формата. Что ж, давайте попробуем восстановить баз данных. Но мы ее восстановим рядышком в баз данных DemoDB2. Вернемся в терминал. Воспользуемся командочкой createDB. Назовем ее DemoDB2. И теперь попробуем в нее восстановиться. Для этого в PSQL указываем баз данных для подключения. И на стандартный вход подсовываем наш файлик. DemoDBDamp из папочки backups. Ушло. Что мы видим? Создание таблицы. Изменение таблицы. Скопировано три строки. Проверим. PSQL. DemoDB2. Подключились к баз данных. Смотрим список таблиц. Присутствует tab01. Select звездочка. From tab01. Как видим данные вернулись. При этом я могу подключиться к баз данных DemoDB. Повторить запрос выбора из tab01. И в DemoDB мы никаких изменений-то не выносили. Там по-прежнему две записи. Но это к вопросу в том, что вы всегда можете dump SQL восстановить рядом в другую баз данных. И это будет на момент времени позже, чем в вашей баз данных. И потом можно любые данные селектом, мерджем, еще каким-то образом собрать воедино и добавить нехватающие. Кстати, очень помогают операторы набора в SQL. Но есть и негативный момент. Смотрите. Во время восстановления может что-то пойти не так. И поведение по умолчанию при использовании по SQL будет происходить следующим образом. Выполнение идет, идет, идет. Возникает ошибка. Действие с ошибкой пропускается. Переходим к следующему действию. Таким образом может быть восстановлена неконсистентная баз данных. На это мы можем повлиять следующим образом. Если мы хотим не продолжать восстановление в случае ошибки, мы можем остановку сделать, чтобы какие-то действия остановились. Либо восстанавливаться в одной транзакции. Одна транзакция предполагает, что в случае возникновения ошибки действие откатывается на самый момент начала процедуры восстановления. Рассмотрим пример. Это нам потребуется снова терминал. Мы испортим наш дамп. И вот здесь вот добавим, например, дополнительный элемент, который не предусмотрен размерностью нашей таблицы. Сохранили. Пытаемся повторить процедуру восстановления. Для этого сделаем команду createDB. Назовем базу данных demoDB3. Готово. И при помощи psql пытаемся восстановиться. psql demoDB3. Восстанавливать будем из нашего бэкапа demoDB.tump. Запускаем процедуру восстановления. Получаем ошибку. Таблица создалась. Таблица изменилась. А потом при попытке вставить данные, там какая-то лишняя колонка закралась. Но при этом у нас уже создалась таблица. Да, она пустая. Но она создалась. То есть, если бы там это случилось не на записи данных, а на каких-то следующих действиях, какие-то данные уже записались, какие-то не записались. То есть, хотим мы этого или нет. Ну, то есть, вариантов может быть достаточно много. Что мы сделаем? Давайте попробуем переключиться в базу данных postgres. Сейчас удалим базу данных demoDB3 и снова ее создадим с таким же именем demoDB3. Готово. Выйдем. И попробуем вновь запустить процесс восстановления, но при этом использовать транзакцию. Для этого по SQL мы запускаем с ключиком минус один. То есть, в одной транзакции, single transaction. И указываем базу данных. Это demoDB3. А также подаем на стандартный вход наш backup с dump. Как видим, создание таблицы, изменение таблицы. Ошибка. Возникла в второй строке копирования. Конкретно вот здесь вот. То есть, можно потом в dump зайти и поправить, чтобы ошибки не было. Но если мы вернемся сейчас в SQL, в demoDB3 и посмотрим на список таблиц, то видим, таблиц здесь нет. Почему? Потому что открылась транзакция, начали выполняться операции. Транзакция завершается с ошибкой. Происходит откат транзакции. Операция rollback. И никакого мусора у нас на системе не остается. Дальше мы правим dump, повторяем операцию и добиваемся, чтобы он работал так, как надо. Отлично. Отсюда выйдем. Избавимся от наших баз данных demoDB2 и demoDB3. Можно это сделать при помощи удобных команд. DropDB. Указываем имя demoDB2. DemoDB3. Готово. И выведем список баз данных. Как видим, у нас осталось только наш баз данных demoDB. Оригинальная, как и была в начале. Что ж. Какие преимущества и недостатки у PGDump? Во-первых, он не привязан к специфике версии. Никто не запрещает снять dump на одной версии SQL и попытаться восстановить его на другой версии. В том числе неподдерживаемой. Из стороннего репозитория. Более новой или более старой. В некоторых случаях придется отправить контент в баз данных, но с dump. Dump SQL это гораздо проще. Dump SQL будет отлично работать при смене архитектуры. Например, переезжаете вы с x86 на Power или наоборот. Dump SQL может предоставлять внутреннюю целостность дампа, а также предоставлять возможность правки этого самого дампа. Ну и утилита PGDump не блокирует работу с базой данных. То есть параллельно с этим может идти работа с базой, выборки, записи и все остальное. Недостаток это то, что процедура может быть очень длительной, поэтому ее не используют для больших баз данных, потому что она занимает слишком много времени и слишком много изменений накапливается, пока она происходит. Если баз данных довольно активно используется. Но для больших баз данных есть другие методы, которые мы рассмотрим в следующих вебкастах. Данный же вебкаст подошел к концу. Мы рассмотрели методы резервного копирования, в частности сегодня сосредоточились на дампе SQL, создали его, восстановили из него и рассмотрели вопрос, как обрабатывать ошибки, если не возникает, какие у нас есть инструменты, а также как в случае возникновения ошибок ведет себя утилита по SQL по умолчанию. Отдельно хотелось бы сказать, что рассматривая в дальнейшем следующие методы резервного копирования по SQL, их преимущественной недостатки мы тоже рассмотрим. Тут нужно отметить, что помимо утилитки pg-dump, которую мы рассматривали, как и все остальные утилитки, она также имеет свою страницу руководства, есть утилитка pg-dump-all, которая позволяет делать дамп SQL для всех баз данных, которые находятся на сервере. Это довольно удобно, если у вас несколько особенно связанных баз данных, вы хотите их все вместе бэкапить и в дальнейшем восстанавливать. Ну а подробности внутреннего устройства PostgreSQL вы можете найти в онлайн документации на сайте postgreSQL.org. Это был второй вебкаст в группе, на этом группа не заканчивается, мы дальше продолжим разбирать методы резервного копирования. Также по теме сетевого администрирования у меня довольно много вебкастов накопилось в разделах CentOS 7 и CentOS 8. Ну а материал данного вебкаста подошел к концу. На этом все. Если у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefurys.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefurys.gmail.com. Ну и все мои материалы собраны и каталогизированы у меня на сайте. Пройти комплексное авторизованное обучение по операционной системе Linux и не только, вы можете в учебном центре Softline Education. Ну а за мной можно наблюдать при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!